Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Обожаю бефстроганов, но ненавижу возиться с нарезкой мяса вот этими мелкими полосочками. Пока истерикаешься, уже никакого бефстроганов не хочется. Пришло в голову попробовать приготовить блюдо по аналогичной с бефстроганов схеме, только из фарша. Вот сейчас и проверим, что получится. Приступим. Приправляю фарш черным перцем, это у меня говядина, и присыпаю мукой. Мука требуется и для загущения будущего соуса, и для облегчения зарумянивания мяса. Кроме того, понадобится лук. Его надо для начала слегка обжарить. На скорую отправляются масло. Лук доводим до полупрозрачности. Это делается для того, чтобы лишняя влага ушла. Если поторопиться и сразу положить мясо, то оно будет не обжариваться, а тушиться в луковом соке. Так что не спешим. Еще понадобится чеснок. Лук уже в отличном состоянии, можно чеснок добавлять. И пора класть говядину. И не надо ничего пока перемешивать. Конфорка у меня не бесконечной мощности, сковорода тоже не чугунная, не массивная. Поэтому у нас запасла достаточно небольшое количество теплоты. Фарш облазает низкой теплопроводностью. Поэтому сейчас от этого запасенного количества теплоты прижаривается только тот слой фарша, который прилегает непосредственно ко дну. Если его сразу начать интенсивно перемешивать, то все то небольшое количество теплоты, которое сейчас передается в тоненький слой фарша, будет передаваться и распределяться по всему объему мяса. В результате фарш нагреется не сильно, не успеет зарумяниться и даст сок. Так что выложили фарш, разровняли, дали им обжариваться без перемешивания и только затем перемешиваем. Видите эти кусочки. Вкус поджаристых краев очень важен в соусе. Как вам такой экскурс в термодинамику? Конечно же, если бы у меня была мощная газовая конфорка, такая, например, как для воков предназначена, я бы не заморачивался с этим делом. Там ее мощности хватит на килограмм, на два килограмма мяса, чтобы сразу все зарумянить. Отлично, можно добавить немного протертых томатов. Напомню, что я готовлю все-таки не без строганов, а некое блюдо по технологии, частично перекликающиеся с технологией без строганов. Немного обжариваю все вместе и теперь добавлю несладкого йогурта. Это вместо сметаны и сливок. Не нравится мне местная сметана, она какая-то очень пресная. А вот йогурт, он здесь продается под номинованием греческий, очень хорош. У него кислинка такая приятная присутствует. Ну классный, короче. Еще нужно добавить горчицы. Вот так и перемешать. Я хочу тот мясной соус, который готовлю, подавать вместе с макаронами, а чтобы они пропитались насквозь этим соусом, готовить буду макароны, макароны изделия, непосредственно в соусе. Сейчас он, конечно, слишком густой, и имеющейся влаги для пасты не хватит. Но у меня есть насыщенный мясной бульон, и он прекрасно справится с задачей. Буду томить при помешивании, по необходимости подливая еще бульона. Ничего не солю, потому что бульон у меня и так соленый. Может быть, в конце придется немножечко приправить. Только сейчас сообразил, блюдо у меня получается по принципу одногоршкового. То есть, пачкаю всего одну посуду при приготовлении. Если верить информации с упаковки, то готова эта паста будет через 7 минут. Для пущей нажиристости хочу еще и сырико добавить. Это будет, конечно, идти вразрез с традициями приготовления без строганов. Ну и наплевать. Вот такая нямка получилась. Быстро, всего 20 минут. ароматно. Нет, это, конечно, не очень похоже на вкус, естественно, понятно, на вкус без строганов, но что-то такое есть. Этот соус классный с ароматом горчицы, с остротой. Густота его присутствует. Прям отлично. Слушайте, классная штука. Естественно, можно настраивать под себя, добавляя там больше перца, меньше перца, больше соли, больше горчицы, меньше горчицы, больше йогурта, меньше йогурта. Я думаю, у вас получится сделать вот такую штуку конкретно по свой вкус. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok